В прямом эфире РБК УФА. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Экономический форум Зауралии, который проходит в Сибае, станет ежегодным. Предложение бизнеса общества города поддержал временно исполняющий обязанности главы Башкортостана. На встрече с представителями деловых кругов в рамках заседания общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Радий Хабиров отметил, что в настоящее время институты поддержки бизнеса в республики многочисленны, разрознены и не всегда эффективны. Поэтому в дальнейшем их систему четко структурируют. Тот форум Зауралия, который уже определенная история имеет, нам все-таки, мне кажется, его надо возрождать, делать его ежегодно. И, соответственно, на этом форуме глаза друг другу уже высказывают, что вас волнует и какая помощь вам нужна. По мнению экспертов, форум Зауралия важен для бизнеса. Здесь звучит много полезных инициатив, однако не все притворяются в жизнь. К примеру, не нашла воплощения идея создания так называемого «зауральского партнерства». Его суть в создании максимально комфортных условий для развития бизнеса путем подписания соглашения властей и инвесторов. Зауральский форум, о котором вы сказали, он очень, на наш взгляд, не только на мой важен, потому что он создает деловую площадку, на которой могут встретиться лицом к лицу как раз местные предприниматели, местные чиновники, республиканские чиновники, инвесторы, предприниматели республиканского уровня, федерального уровня. В общем-то, какие-то идеи вынести. У нас уже, в общем-то, Туральский форум имеет определенную историю. Минус его только в том, что он проходил не регулярно, не ежегодно раз, и, в общем, не было его в регулярном календаре многих людей, которые планируют свое время заранее. Форум, он очень нужный, он очень востребованный. Во-первых, это событийный туризм, это, в общем-то, и поднятие предпринимательской активности. Я обоими руками за и готов сюда также приезжать. Это интересная идея, она должна быть реализована. Последний на данный момент экономический форум в Сибае прошел в августе прошлого года. Заключили несколько соглашений о проектах в области сельского хозяйства, однако прорывным форум не стал, отмечают аналитики. Снижение объема Дорожного фонда Башкортостана в ближайшие три года не предусмотрено. Об этом нашему телеканалу сообщила исполняющая обязанности министра финансов республики Лера Ихтесамова. Отмечу, ранее региональный госкомитет по транспорту представил данные, согласно которым Дорожный фонд будет сокращаться с почти 18 млрд. рублей в 2019 году до 17 млрд. 200 млн. в 2020 и 16 млрд. 600 млн. в 2021 году. По словам главы Минфина, размер Дорожного фонда по итогам 2018 составил 15 млрд. 700 млн. рублей. Часть средств, по которым заключены контракты, переходит на 2019. С переносом остатка в Дорожный фонд текущего года уже превысил 19 млрд. отметила Лера Ихтесамова. Далее по годам. Сумма, если просто смотреть на график, конечно, казалось бы, имеется снижение. Но здесь надо объяснить тем, что на сегодня, на 2020-2021 годы, еще не в полной мере распределены средства федерального бюджета и не учтены соответственно в наших проектировках. Ну и, как я сказала, нет того остатка, который перешел с 2018-2019 год. При этом в проектировках на 2019 и 2021 годы уже учтены предполагаемые доходы в результате поступления в Дорожный фонд штрафов по линии ГИБДД. Их годовой объем в республике оценивается в сумму около 1,5 млрд. рублей. Штрафы за нарушение правил дорожного движения начали зачислять в Дорожный фонд с этого года. Власти Башкортостана возьмут в аренду самолеты для правительственных нужд. Контракт будет действовать до конца года. Бюджет республики готов выделить за услуги максимум 11 млн 700 тыс. рублей. Заказчиком выступает региональный госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. Контракт включает 34 летных часа. Самолеты должны быть с экипажем и бортовым питанием. Вместимость не менее 5 человек, максимальная крейсерская скорость 500 км в час, дальность полета не менее 2200 км. Аэропорт вылета Уфа. Перелеты планируется совершать по России и за рубежью. Есть сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра. Доллар стал дешевле на 24 копейки 66,09 руб. Евро просел на 31 копейку 75,57. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в БКС-банке 65,95 с комиссией до 3%. Продажа американской валюты в банке Финам 66,24. Покупка и продажа евро также в банке Финам за 75,36 и 75,73 соответственно. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.